В подмосковном Дмитрове подвели итоги всероссийского конкурса краеведов, работающих с детьми и молодежью. Награду получил и наш земляк, педагог дополнительного образования из Полевского Александр Непомнящий. Что помогло ему стать лучшим, выясняла Олеся Подольская. Не воги гашки обжигают, так же и ребята их обжигают. Это из полевых учебных экспедиций. Вот эта посуда, которая реконструирована по древним технологиям. Путешествие во времени – это реальность, ведь все в твоих руках. Вместе со своими юными воспитанниками краевед Александр Непомнящий создает из глины точно такую же посуду, какой пользовались древние люди. Летом археологический отряд проводит раскопки на Урале, в Крыму и на Алтае. Надо видеть глаза детей, когда они впервые для меня обычную керамику находят и кричат. Александр Викторович, я нашел керамику! Археологический отряд работает на базе Центра развития творчества в Полевском вот уже более 30 лет. За это время его воспитанники не раз становились призерами общероссийских краеведческих мероприятий. А теперь на федеральном уровне оценили и личный педагогический подход Александра Непомнящего к детям. Он стал участником Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью. В финал прошли лишь 24 педагога. От Уральского федерального округа победителями стали сразу два свердловчанина. Александр Непомнящий из Полевского и Анастасия Шрейр из Новоуральска. Вы финалисты, все являетесь победителем. И вы представляете всю нашу безграйнюю страну. Приз за второе место 100 тысяч рублей. Но потратить их Александр Непомнящий хочет не на себя, а на любимое дело. Развитие археологического отряда, который теперь просто обязан оставить свой след в истории. Это мой город, моя улица, моя Азов-гора, река Чусовая. И если мы с ребятами посещаем эти места, знакомимся, впитываем их красоту, мы впитываем любовь к своей малой родине. Вот это и есть самый настоящий патриотизм. И этим, конечно, нужно заниматься вот на таком, на местном уровне с детьми. Олеся Подольская, Олег Кузнецов, Вести Урал.